Время рассказать новости региона. В студии Алексей Шемякин. Добрый день. Летом этого года в полицию Архангельска обратили сразу несколько жителей разных районов города с заявлениями о пропаже автомобилей. Они были припаркованы во дворах и не использовались длительное время. Так куда и с кем уехали авто, выясняли следователи и вместе с ними Артемий Заварзин. Было две и вдруг ни одной. Архангелогородец Игорь до сих пор недоумевает, как в одночасье лишился двух машин, припаркованных у дома. Днем уже на работе мне дочка позвонила, сказала, так и так, папа, у тебя машину нету ни одной. Я говорю, как понять, нету? Она говорит, вообще нет. Волга и Восьмерка долго не использовались. Собственник планировал ремонт, но все откладывал. Соседей автохлам раздражал, потому Игорь подумал, машину увез эвакуатор, хоть и оснований для этого не было. Транспортные средства могут быть эвакуированы в отсутствие их владельцев. Например, за нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для транспортных средств инвалидов, на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, на тротуаре, а также в других случаях. При задержании транспортного средства в отсутствии водителя об этом факте незамедлительно сообщается в дежурную часть для информирования владельца или принятия в случае необходимости мер для его установления. Но устанавливать пришлось не личность владельца машин, а похитителя. Охотником за металлоломом оказался безработный ранее судимый архангелогородец. Выяснилось, злоумышленник причастен к совершению нескольких аналогичных краж. Подозреваемый присматривал во дворах брошенную машину, преимущественно отечественного производства, после чего приходил в фирму, занимающуюся скупкой металлолома, заказывал эвакуатор для вывоза автомобиля. Он говорил, что хозяин в курсе, а документы на автомобиль утрачены. Этих слов работникам пункта приема металлолома было достаточно, чтобы вывезти машину и утилизировать ее. В списке похищенных 4 авто. Выручка за каждую 5000 рублей. В отношении автовора возбуждено уголовное дело по статье кража «Наказание до 5 лет лишения свободы». Артемий Заварзин, Вера Иванова, Архангельское телевидение. В поселке Турдеевск началось строительство нового детского сада. Для местных семей с детьми событие действительно знаковое, ведь дошкольного учреждения здесь нет уже 2 года. Здание старого детсада в 2015-м было признано аварийным и снесено. Потерю, конечно, компенсировали, предложив родителям водить детей в бывшую школу. Временную группу сделали в бывшей школе. Но там чего неудобно. Там с 9 до 12 детей приходилось водить. В 12 надо забирать, потом в 3 обратно везти. Это смотрите, какая работа. На работу там все равно не уедешь. Надо все равно кого-то просить было. Что очень неудобно. Многие родители возят малышей в детсады и сокогорки, что также крайне неудобно. Новое здание будет рассчитано на 60 мест. Это 3 полноценных группы. С нами был получен типовой проект на строительство детского сада на 60 мест. В этом году были проведены все необходимые конкурсные процедуры. 6 июля мы заключили контракт муниципальный и на 270 дней, на основании которого мы планируем к сентябрю следующего года детский сад в поселке Тургеевск открыть. В Архангельске на пешеходных переходах Троицкого проспекта подрядные организации продолжают наносить дорожную разметку. Делают это методом холодного пластика. На следующей неделе проведение этих работ запланировано на набережной Северной Двины и улице Воскресенской. Также дорожная разметка уже появилась в Маймаксанском и Северном округах. Теперь в Плесецкий район село Федово этим летом отметило 880 лет. Еще в начале 20 века вокруг населенного пункта располагалось более 80 деревень. Вообще эти края ведут свою историю с 1137 года, когда на землях был образован знаменитый погост Усть-Моша, первая столица Русского Севера. Кроме того, это родина многих известных писателей и поэтов. Откуда есть пошла земля такая Усть-Моша, сегодня доподлинно сказать никто не возьмется. Даже местные жители называют ее каждый по-своему – Усть-Моша, Усть-Моша, Усть-Моша. Но что ни скажи про эти края, все равно звучит величаво. Даже Александр I, сплавляясь по местным рекам на лодке, настолько очаровался здешними видами, что заказал молебен в храме. А Алонницкий губернатор Гавриила Державин в своих отдых воспевал людей, населяющих Усть-Мошу, называя их поселение трудолюбивы, неубоги и ласковы. Очень красивое место. Место красивое природой, реками, озерами, ручейками. Земля была очень плодородная здесь. Люди здесь жили богато, зажиточно жили. Потому что земля считалась вплоть до 20 века как бы житницей Каргополья. Самые урожайные места. Плодородной стала эта земля и на имена, что подарила всей России. Именно здесь родились многие замечательные писатели и поэты. Александр Копылов, Алексей Чипыгин, Александр Чуркин, Михаил Чернаков, Федор Чумбаров-Лучинский. Да разве могло быть иначе, что все они жили и творили в Усть-Моша? Ведь только здесь сливаются в единый поток две реки – Моша и Онега. Заливные луга завораживают своей живописностью. Столетние дома бережно хранят былины о своем крае, раскрывая их только людям, без камня за пазухой. Здесь, куда ни ступи, везде своя история. Даже у названия деревень. К примеру, одна из них – Закумихинская. По преданиям, раньше она называлась Закулихинская, поскольку в здешних местах куликов было много. Но то ли писарь медовухи много выпил, то ли чернил пожалел. Вот и получил этот населенный пункт другое, но не менее поэтическое название. Здесь вырос и много работал писатель Алексей Чипыгин. В благодарность посадил многовековые сосны, которые бережно охраняют местные жители и с гордостью показывают их туристам. Особенно в последнее время, какой-то вот всплеск очень интереса к краеведению. И краеведческая полка у нас почти всегда пустует. По краеведению интересуются церквями, историей Усть-Маши, писатели, какие у нас родились. Интерес большой, интерес разный. Случаются в здешних местах и настоящие чудеса. При разборке одной из старых бань в селе Федово, которому недавно исполнилось 880 лет, один из местных жителей нашел настоящий герб Олоницкой губернии. Он был сломан, этот герб. Он его выкупил, во-первых. Во-вторых, значит, он его сварил, реставрировал, собрал всех мужчин в деревне. И вот они установили. Этот герб, значит, на границе Олоницкой губернии был и стоял как раз в селе Федово. Сейчас этот 78-килограммовый чугунный герб, как визитная карточка местного края. Края небогатого на достопримечательности, но сильного своими традициями и историей, изучая которую, каждый невольно задается вопросом. Так откуда же есть пошла земля такая Усть-Моша? Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Плесецкий район. В день рождения Сольвы Чегодска в дар Свято-Введенскому храму была передана икона с изображением двух вятских святых, преподобного Трифона и Блаженного Прокопия. Святыня прибыла из Кирова по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка. Преподобный Трифон Вятский имеет немалое отношение к нашему городу, к нашему храму, так как он здесь бывал, в Свято-Введенском монастыре, он здесь жил некоторое время. Обретение иконы – хороший знак, объединяющий не только два региона – Архангельский и Кировский, но и две епархии. Трифон Вятский – он уроженец Архангельской области, и нам это очень радостно, потому что он пришел просветить наш Карапернский, Вятку. Вятке он основал прекрасный Успенский Трифонов, там еще добавляют монастырь, и мы породнились вот таким общим святым. Это великолепно, потому что мы думаем, что теперь мы будем постоянно молиться о вас, а вы будете молиться о Вятке. В честь Прокопия-чудотворца в Сольвыче-Годске названа и Прокопьевская ярмарка, которая ежегодно собирает творческих людей со всех уголков страны. Мы продолжим рассказывать о событиях региона в 16 часов. Оставайтесь с нами.